Раздельный сбор мусора и эко-инициативы. Львовяне сами пытаются хоть как-то очистить свой город от мусора. Сейчас весь туристический Львов просто завален отходами. Из города их не вывозят уже неделю. И если исторический центр всё-таки убирают, то в спальных районах лежат кучи мусора. Про грязные будни старинного города Галина Якушко. Львов без кофе – это не Львов. Здесь этот напиток на любой вкус, а горожане жизни без него не представляют. Кофе пьют утром и вечером, на работе, в гостях и, конечно, в кафе. Часто берут на вынос. На каву до Львова со своей чашкой. Местные активисты придумали новую инициативу, чтобы уменьшить количество мусора в городе. И чтобы городские мусорные баррикады не увеличивались за счёт бумажных стаканчиков, деревянных мешалочек и пластиковых крышек. А так взял кофе в свой стакан и помог городу стать чище. Эти все горнятки переважно потрапляют в сметник. Кроме того, что есть просто горнятка, смотрите, берите, если вы возьмете крышечку, это ещё пластиковая крышка, которая не перерабляется. Стекеры от сукра – это тоже сметка, поэтому мы рады. Без сукра и без пластиков. К тому же такая борьба за чистоту ещё и для кошелька – прямая выгода, ведь кофе в свою чашку дешевле. Горнятка – 22 гривни, а в Паперове – 24. А вот в этой многоэтажке в спальном районе Львова сортировать отходы уже стало нормой. На каждом этаже стоят вот такие картонные коробки. В них жители выбрасывают отдельно пластик и бумагу. Это первая коробка, которую я поставил, когда тут всегда кидают рекламки и всегда лежало много паперов. Я решил поставить тут через литом вот такую коробочку, с той невеличкой коробочкой. Дальше легко можно уже занести, это на первом поверхности есть такая большая коробка. Весь собранный и отсортированный мусор жители этого дома передают на переработку. Ещё и умудряются на этом заработать. И весьма неплохо. В таком мешке может поместиться где-то около 200 пляшек. 30 пляшек – это килограмм. То есть около 7 килограмм пляшек. Накопичивши таких 70-70 мешков, можно тогда рассчитывать, что их будем сдавать окременно за оплату. И заработать на пляшках сколько? До того, что можно сделать около 5-6 тысяч гривен. Зарабатывать таким образом могут все. Вы только представьте, каждый дом во Львове за год может выручить до 6 тысяч гривен на отходах. А таких многоэтажек в городе около 8 тысяч. Простая арифметика. За год львовяне выбрасывают 48 миллионов гривен. Но пока раздельный сбор мусора во Львове – это единичная инициатива. И потенциальные мусорные миллионы спокойно лежат на улицах. Горы отходов – уже привычная часть городского пейзажа. Они везде – возле школ, больниц, детсадов. Улица поветрена, совсем уж не поветрена. Воздуха на ней мало, только неприятный душок от зловонных куч. А это метровая куча прямо на детской площадке. Она выросла всего за неделю. Это Андрей Новосядло. У него двое детей, и он – преподаватель высшей математики в университете. Любезно согласился помочь нам чисто теоретически вычислить, сколько времени осталось детям играть на площадке до ее окончательного заполнения мусором. Для этого нам нужно будет линейку, нужно будет померять высоту, площадку этого подвижения, ну и прогнозировать, что будет дальше. Замеряем размеры площадки и определяем приблизительную площадь, на которой расположен мусор. Нижняя основа – 8 мм. Верхнюю легко померять, а вот эту сторону – аж страшно. С этими замерами направляемся в университет. Андрей расписывает на доске формулы и вычисляет результат. Львов каждый день продуцирует в среднем 700 тонн мусора. Если его не вывозить, то скоро весь город будет завален отходами. Исторический турецкий центр еще как-то чистят, а в спальных районах уже просто беда. А все потому, что вывозить мусор некуда. Блокада лаконично отвечает в мэрии. Все легальные полигоны отказались принимать фуры из Львова. В Яврове даже блокпост организовали. Выставили палатку и шлагбаум. Дежурить обещают круглосуточно, до Пасхи. Ну а пока львовский мусор превратился в самого разыскиваемого в Украине нарушителя. Только на этой неделе злобонные кучи незаконно выбросили в двух селах Львовской области. Подарок получили и в Черкасской области. Возле придрожного кафе грузовые прицепы. Вроде бы ничего особенного, если бы не отвратительный запах и вытекающие щелей жижа. Оба прицепа под завязку забиты отходами. Из-за вони дальнобойщики стараются близко не парковаться. В выражениях не стесняются. Мусор здесь решили не выгружать. Ведь если отходы не выбросили, то формально и нарушения не было. Черкасские правоохранители подозревают. Грузовики колонны везли мусор из Львова. А сам Андрей Садовый только разводит руками. Ведь пока полиции ни в одной области не удалось остановить прямую связь между львовскими перевозчиками и незаконными выгрузками мусора. Так что ищите тщательнее. С одной стороны, львовская власть заинтересована очистить город от мусора. С другой – снять себя клеймо главного солейщика Украины. Вот только пока это уравнение никак не решается. Калина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Львов.